Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот, и удобно. Вообще, я больше привык, конечно, бывать в аудитории, вот, и поэтому, значит, к меньшему количеству людей и меньшему экрану привык. Значит, сразу вас предупрежу, мне об этом сегодня сказали, что вот вверх, задним рядам, может быть, не видно, ну, заставки там верхние, снимай файлы, снимай слайды. Поэтому, значит, если вам будет неудобно, вы можете просто перемещаться поближе, все наладится. Вот, ну, вот, видите, я буду время от времени вас развлекать такими вот карикатурками, вот, они берутся не на пустом месте. Вот, видите, народ, в частности, считает, что психотерапия может быть вот такой пример. Да, давайте вернемся к тому, о чем вы говорили 50 минут назад, то есть 5 минут назад. Начать я хочу все-таки не с психотерапии как таковой, а с некоторых статистических данных. Сегодня в ленте мне попалось сообщение такого президента нашей страны, где он сказал, что 15% населения нуждаются в психологической помощи. Я, честно говоря, не знаю, откуда эти цифры, но, значит, я предлагаю посмотреть на цифры другие. Эти цифры приводят в ЦИУ. Вот, этот опрос был проведен в ноябре месяце. Обратите внимание по поводу, значит, востребованности психологической помощи, в том числе по разным когортам, возрастным, значит, группам. Во-первых, предпочитают справляться с проблемами самостоятельно, без помощи специалиста. 73% респондентов, видите, в возрасте 45-59 лет, и еще больше тех, кто старше 77 лет. Много жителей сел, конечно, да, и активных телезрителей, что тоже, в общем, интересный факт. Никогда не обращались за психологической помощью, смотрите, 87%. Вот, и всего 12% обращались за ней, это последний, значит, последний абзац. Из тех, кто обращался за помощью, значит, 8% отмечают, что они нашли успешное решение своей проблемы, и 4% значит, отмечают, что работа с психотерапевтом была неуспешной. Здесь надо такую интересную перекличку отметить. Есть такой, например, ориентированный метод, такой ориентированное решение, краткосрочная терапия. Они проводят исследование эффективности этого метода. И там, что любопытно, тоже получается, значит, что примерно 60%, чуть больше, успешных случаев перекликается вот с этими данными. Никогда не обращались за помощью, обратите внимание, 94% из тех, кто предпочитает решать свои проблемы самостоятельно. Ну, и, конечно, мы здесь не можем надеяться на то, что эти люди решат все-таки обратиться за помощью. Скорее всего, они свою стратегию будут и дальше что-то вести. Близко к этому 92% из старшего поколения никогда не обращались за помощью психолога, специалиста, любого другого, помогающего. И 93-98% соответственно, это люди со средним образованием и ниже, тоже не обращались за помощью. К чему это я? К чему-то? Ну, или там, женщины чаще, видите, обращаются, чем мужчины за помощью. Молодежь, прямо много, это 23%. Ну, и, конечно, если сравнивать разные такие регионы, то столичные города и города-миллионники, столичные Москва и Санкт-Петербург имеются в виду, миллионник Казань, например. То есть 20-19% соответственно обращались за помощью. Что же такое-то? Что же такое происходит? Как же так? Такой хороший товар, и, значит, он вдруг оказывается не очень востребован. Я думаю, что здесь есть несколько проблем. Среди них и такое слабое знание вообще о том, что происходит в процессе психотерапии у людей, у населения нашей страны, которая была опрошена как раз у респондентов. Ну, и с другой стороны, вообще говоря, и в психотерапии что-то есть с проблемой. Потому что, значит, много неясностей, есть, значит, такие дискуссии внутри психотерапевтического сообщества по поводу того, какой метод лучше, как лучше работать. Ну, вот давайте мы посмотрим, к каким же все-таки выводам можно по этому поводу прийти. Проблему поставили, да, видите, на самом деле не так уж много людей обращаются за этой помощью. Если обратиться к определению, или определениям, скорее, то, значит, надо отметить, что, во-первых, психотерапия для области такой человеческой практики это достаточно такая молодая, молодая практика, ей около 150 лет. В 1872 году впервые вообще это слово было использовано в книжке Тьюка, его изображение на верху. С тех пор, значит, несмотря на то, что, ну, достаточно, все-таки солидный срок для человека прошел, да, для людей, появилось много различных определений. Они частично друг другу противоречат, но несколько из них я вывел на экран. Вообще выделяют три, ну, иногда четыре направления для школы психотерапии. Три, которые представлены на слайде, значит, они наиболее развиты, можно сказать, они уже устоялись, есть определенные традиции. Значит, четвертое продолжает развиваться. Если бы я сюда ее добавил, то я бы назвал ее лингвистическая или конструктивистская психотерапия. Значит, каждый из этих направлений имеет, во-первых, какие-то теоретические основы, то есть написаны про это книги и статьи. Обычно, значит, за каждым из этих направлений стоит какая-то модель личности, то есть представление о человеке, какой он, что им движет, что для него важно, представление о проблемах, об их причинах и технология помощи. Для того, чтобы психотерапия работала, значит, необходимо соблюдение нескольких условий. Здесь мы с вами уже приходим к тому, что не любая психотерапия не всегда будет работать, да? Во-первых, значит, это профессиональная компетентность психотерапевта, которая начинается, начинается только, не заканчивается этим, начинается с психологического или медицинского образования, как правило, вот, плюс к этому, значит, должна быть подготовка по одному или нескольким методам психотерапии. Эта подготовка осуществляется отдельно от основного образования. Второй момент, который написать про него легче, чем осуществить, это мотивация изменений у клиента или пациента. Очень важно, чтобы человек, который приходит и обращается за помощью, имел желание изменяться и возможности для этого. Третий момент важный. Это доверие клиента или пациента к психотерапевту и к методу, который он использует в работе. То есть нельзя навязать какой-то метод и сделать так, чтобы это произвело изменения с клиентом. Можно об этом договориться, договориться о том, что приемлемо для нашего клиента или пациента. Один из мифов о психотерапии заключается в том, что можно какое-то воздействие произвести без желания клиента, и он изменится, и мы его выпустим в жизнь уже здорово. Это не так, вот это невозможно. Для психотерапии в том числе существуют противопоказания. Давайте сразу отметим, что у каждого метода, как правило, есть свой набор противопоказаний. Если бы мы говорили, например, отдельно сегодня о психоаналитической или психодинамической психотерапии, прямо лекцию об этом посвятили, то там есть свой набор противопоказаний. Здесь я обобщаю, говорю о всех методах. Первым противопоказанием является так называемое психотическое состояние пациента. Иногда так бывает, что человек психически болен, причем болен очень серьезно, он не способен адекватно воспринимать то, что происходит вокруг, при этом у него снижена критика, как говорят психиатры, то есть он не осознает, что он болен и что проблемы у него, а не у других людей. В диск они совершенно считают, что другие чего-то не слышат и не видят, а он это способен воспринять. Это называется состояние психоза, это состояние, которое лечится психиатрами. Здесь никакая психотерапия не поможет. Больше того, она скорее может усугубить это состояние, она здесь не показана. Второе противопоказание, это когда у нашего пациента или клиента есть недоверие к психотерапии. В общем, я не хочу, чтобы со мной это делали, я этой практике не доверяю, я хочу лечиться лекарствами, или я скорее на той стороне, которая описывает, что психотерапия это отъем денег у населения, законный. Не надо тогда к этому человеку применять психотерапевтические методы. Но и частный случай, когда он психотерапии в целом может и доверяет, но психотерапевту этому не доверяет. Тогда дорога ему, психотерапевту, другому. Дальше, немножечко хочу вам рассказать о каждом направлении. Вообще, что это такое, с чем это едят, и что там происходит-то. За дверью психотерапевта, например, психодинамического толка. Психоаналитика, да, или, значит, психотерапевта, который на этих идеях базируясь, выстраивает свою работу. Не обязательно психоаналитику. Природа человека. Вот для психодинамически ориентированного психотерапевта, природа человека заключается в том, что им движут определенные инстинкты. Он их не осознает, но они все время, как марионетка, им управляют и заставляют его как-то действовать. Или, например, заболевать неврозом заставляют. Потому что он не может свои потребности осознать и, значит, реализовать или решить, что это будет его секретом. Он их осознает уже тогда. Что-то движут им сексуальные инстинкты или агрессивные. Но для таких голдов, наверное, больше фото внизу. Не знаю, из молодого поколения знает ли кто-нибудь, при чем здесь эта прекрасная женщина. Вот фото из фильма «Основной инстинкт». Ну а наверху про инстинкт агрессии, ну, как я это себе представляю, немножко в таком карикатурном виде. В чем заключается основная проблема с точки зрения психодинамического терапевта? Проблема в том, что человек подавляет сексуальные и агрессивные чувства. Поскольку в детстве вы его научили, что такие чувства нельзя не только выражать, но и признаваться себе в них тоже нельзя. Поэтому он их очень глубоко прячет в том самом бессознательном, о котором бы любил писать Фрейд. И наша задача с вами, сейчас вы увидите дальше, сделать вот эти вот самые его потребности и желания достоянием его собственного сознания. Причина патологии с точки зрения этого подхода, значит, это вытесненные вот бессознательные ранние детские переживания и вот те самые инстинкты, которые человек спрятал от самого себя. Здесь надо сразу сказать, что у Фрейда, например, было две концепции причин невроза. Концепция драйва и концепция травмы. Они независимо друг от друга появились. С одной стороны, они противоречивы, но с другой, они вполне укладываются в модель терапии и до сих пор существуют. Концепция драйва говорит как раз о том, что вот эти самые инстинкты или драйва, такие потребности, они все время давят на человека изнутри и требуют своей реализации. А концепция травмы говорит о том, что он в детстве, скорее всего, пережил какие-то травматические переживания. Если очень буквально это воспринимать, то он должен был пережить сексуальное, какое-то физическое насилие, чего доискивались часто психоаналитики раньше. Если внимательно почитать Фрейда, то выясняется, что он говорил, что мы не выступаем в качестве следователя, неподменяемого, то есть для нас важны не сами факты. Может быть, факта не было, но восприятие этого человека, значит, это переживание есть. То есть ему представилось, прияснилось, показалось, что что-то происходило такое, значит, о чем он сейчас рассказывает. И для нас важно, что ему привиделось и показалось, а не то, что было на самом деле. Это концепция травмы. Значит, соответственно, вытесняется человек, мы считаем, как психотерапевт такой ориентации, психодинамической, что он что-то вытеснил. Наша задача – расчистить дорогу для этого вытесненного обратно в сознание. Норма – это осознание человеком своих собственных потребностей и поиск им для того, чтобы найти пути реализации этих потребностей. Иногда возникает вопрос такой, и у студентов в аудитории. Ну, что это значит? Все потребности надо непосредственно реализовывать, что ли, получается? Что-то вообще будет такое? Нет, это не так. Задача здесь заключается только в том, чтобы человек осознал наличие этой потребности или каких-то сильных чувств в отношении, например, авторитетных значимых фигур для себя. Это могут быть агрессивные чувства в отношении родителей, которые он вытеснял, потому что они табуированы, в обществе их признавать нельзя. Дальше, когда он их осознает, он имеет возможность поступить с ним по-разному. Но, например, он может решить для себя, что эти чувства есть, и я просто прийму их и буду жить с этим знанием, что я очень сильно злюсь, иногда возникает ненависть даже в отношении кого-то из родителей или обуви. Или у меня есть какие-то фантазии, потребности сексуального плана, которые я тоже реализовать не могу, но они у меня есть. Другой вариант, когда эти потребности реализуются в символической форме или в игровой. Мы их реализуем не прямо, а обыгрываем их. Я думаю, что все взрослые понимают, как это может быть реализовано, например, с партнером своим реальным. Ну и третий вариант, если это возможно, то потребности реализуются прямым способом, если это возможно. Что же для этого предпринимает психотерапевт? Основной его инструмент в этом случае будет интерпретация. То есть он будет сначала очень внимательно собирать информацию о содержании бессознательного своего клиента или пациента. Поэтому классически подготовленный психоаналитик будет после первого интервью очень много времени молчать и слушать ваши свободные ассоциации. Более современный психодинамический терапевт не будет так поступать, не будет садиться за вашей спиной и ждать ассоциаций. Но беседу будет вести в том ключе, что в вашей жизни что-то такое происходило, что повлияло на вас нынешних. Это что-то, скорее всего, травмировало, создало какой-то стереотип отношений, переживаний, которые сейчас отражаются на вас. Что можно интерпретировать? В первую очередь для психоаналитиков классически, конечно, содержание снов. Поэтому они просят даже их записывать. Значит, сны интерпретируются в духе тех самых инстинктов, которые мы обсуждали. Проявление такое скрытое, символическое проявление агрессивных тенденций и сексуальных. Значит, интерпретация обыденного поведения. Есть знаменитый такой случай, описанный Фрейдом, когда он разговаривал с молодым человеком, недавно женившимся. Значит, достаточно вроде бы успешный такой молодой человек, вступивший в такую взрослую жизнь. Но при этом у него есть какая-то неопределенная тревога и неблагополучие. Он разговаривал с ним о его жизни, вроде бы все достаточно хорошо, но тревога есть. При этом он обратил внимание, что молодой человек регулярно производит такие движения с своим кольцом. Он его то надевает на палец, то снимает, то не до конца, то снова надевает. После этого он его спросил, что же там происходит в супружеских отношениях, все ли там хорошо и действительно ли вы довольны ими. После чего, значит, молодой человек все-таки стал рассказывать, что действительно есть сомнения, может быть, я зря совершил этот поступок. Нет, дело не в жене, она замечательная, все это хорошо, но я сомневаюсь, что я правильно поступил сейчас. Может быть, не стоило так торопиться. Обыденное поведение. Перенос – это такие особые отношения, которые существуют только в психодинамическом подходе. Это концепт оттуда. Что у пациента с терапевтом формируются особые отношения. Значит, особые каким образом? Пациент в терапевте видят не реального человека, а образ, который существовал в его прошлой жизни. Значит, и этот образ он терапевта проецирует, а дальше общается, по крайней мере, часть психотерапевтической работы не с самим терапевтом, а с образом из своего прошлого. Психоаналитик в этом случае не будет его пресекать или просить обратить внимание, что он не соответствует образу. Наоборот, он будет поддерживать нейтралитет, ждать, пока этот образ закрепится, а дальше он будет интерпретировать перенос. То есть он будет обращать внимание на то, что у пациента, что сейчас происходит что-то довольно необычное, ведь ваша реакция на мое поведение нетипична. Я не вел себя таким образом, чтобы вызвать, например, такую сильную окрыщу. Скажите, не кажется ли вам же, не возникали такие ситуации в вашей жизни раньше, и не кажется ли вам, что я похож на какого-то человека, например, с которым вы раньше конфликтовали, например, на отца? Значит, это интерпретация переноса. Конечно, я очень утрирую, в общих чертах ее описываю, потому что там есть прямо этапы. Ну и интерпретация свободных ассоциаций. Как я сказал, психоаналитик попросит вас расположиться таким образом, чтобы перед вами вообще ничего не было, никаких изображений, ничего вас не отвлекало, пастельная тона, пастельного тона стена. Дальше попросят говорить обо всем, что вам приходит в голову прямо сейчас. Не останавливаясь даже, когда мысли вам кажутся постыдными, плохими, значит, или неприличными. И дальше это некие свободные ассоциации, которые он выслушивает, в какой-то момент, достаточно длительное время должно пройти обычно. Значит, он интерпретирует набравшийся объем этих ассоциаций. Так, ну вот очень голубым прохожусь по каждому направлению. Психоанализ, такая общая немножко карикатурная картинка, вот примерно таков. То есть наша задача добраться до глубин бессознательного и сделать так, чтобы человек их увидел, чтобы они перед ним раскрылись. Когнитивно-поведенческий терапия. Занимается, в принципе, другими вещами. И пациента себе представляет по-другому. Значит, для него человек – это всегда продукт научения. Значит, и руководствуется он всегда своим прошлым опытом. Помним Павлова. Человек, по сути, с этой точки зрения, если утрируем, то это набор условных рефлексов. Человек – набор условных рефлексов. Высокой сложности и низкой сложности. Значит, основная проблема у любого человека – это тревога в связи с какими-то новыми ситуациями и неэффективный навык, который сформировался раньше, а он его пытается перенести в новые ситуации, а он туда не подходит, не встраивается. Ну вот изображение мальчика с этой ужасной собакой. Я сначала думал, вставлять его или нет. Это вообще была часть лекции для студентов. Напугаю всех ребят. Но я не знаю, сколько она реальна, эта ситуация, но предположим. Допустим, что мальчик спасся, эту собаку все-таки схватили вовремя за поводок. Мальчик был ужасно напуган, плакал, видите, сидел. И ждал помощи со стороны взрослых. Дальше, когда этот мальчик попадает во двор, а там уже находится рядом другая собака, и она начинает лаять. Но не на мальчика, а на кошку, мальчик демонстрирует похожую реакцию. Потому что ему опять надо, чтобы его спасли. Мальчик растет. Через какое-то время уже юноша, находясь рядом с собакой, которая совершенно безопасна, и может быть даже на поводке у хозяина, ту же самую гамму чувств переживает, и похожую реакцию выдает, вегетативную, как мальчик на рисунке. Плачет, дрожит, сердце заходится, фобическая реакция, фобия. С точки зрения поведенческого подхода эта фобия возникла вот тогда, и закрепилась как полезное поведение. Потому что приходили взрослые, спасали, и это было тогда полезно. Для юноши уже скорее вредно. В чем же причина патологии тогда, и что с этим совсем делать когнитивно-поведенческому терапевту? Причина патологии с точки зрения этого подхода это стереотипы поведения, которые были раньше усвоены, и в новые ситуации, как я сказал, уже не укладываются, не умещаются они туда. Но поскольку других стереотипов у человека нет, он постоянно воспроизводит те, которые у него имеются. Норма. Чего мы добиваемся в процессе терапии? Обратите внимание, не исчезновение тревоги, не полного спокойствия нирваны, а снижение тревоги. Люди всегда в какой-то степени беспокоятся. Некоторый уровень тревоги должен присутствовать, потому что он нас мотивирует и заставляет его держаться в седле, и не забывать, что мы заняты делом. Сформированный, эффективный навык. Новый. Но для мальчика, например, это будет навык, когда он может подойти к собаке, может быть, даже ее подладить, хотя немножко тревоги есть. А если ему это не надо, то он просто может пройти мимо нее, не реагируя на нее слезами, и заниматься своими делами дальше. Что же для этого делать? Вот здесь на картинке представлена в такой схематичной форме техника десенсибилизации, или систематической десенсибилизацией, ее еще называют. Девочка на картинке, видите, боится пауков, арахнофобия, страх пауков. Что происходит? Что, как эту девочку бедную мучают? Смотрите. Значит, начинают с того, что у нее выясняют, какие именно стимулы, связанные с пауками, у нее вызывают страх. Если хорошо подумать, то выяснится, что это не только живой паук, огромный, который сидит там на голове или на руке. Страх в какой-то степени вызывает, например, изображение паука. Значит, паук ползающий, который он видит на экране телевизора, например, в его там среде обитания. Значит, дальше. Маленький паучок на руке или рядом вызывает тоже страх. И вот все эти стимулы, которые я перечислил, можно разнести по рейтинговой оценке. Сделаем. То есть какому-то из этих стимулов будет присвоено 10 баллов. Этот стимул вызывает максимальный страх. Ну, скорее всего, это держать паука на руке. Это самое страшное. Значит, а какой-то стимул будет вызывать страх на 9 баллов, видите, поменьше там, на руке у кого-то, другого человека, рядом с девочкой. Ну, и будет стимул, который вызывает страх, не очень сильный, но на 1 балл. Например, изображение на экране паука. Видите, как в верхнем левом углу. Провели мы эту процедуру, собрали рейтинг страхов. Дальше. Мы обучаем нашего пациента технике релаксации. Их есть большое множество, они есть в том числе в интернете. Вот лучше их находить, конечно, в литературе профессиональной. Ее тоже сейчас много. Самоучители есть специальные. Например, к техникам релаксации относят аутогенную тренировку. Она прям бородатая техника. То есть, там ей много лет уже немецкий врач, по-моему, Шульц когда-то впервые ее предложил. Но, в общем-то, она работающая. Ее можно немножко модифицировать. В книжках так и делают. Значит, это набор таких вот фраз, которые человек себе говорит, себе самому говорит. И это позволяет ему прийти в состояние большего спокойствия, чем он был до этого. Нервно-мышечная релаксация тоже техника, которая позволяет это сделать. Дыхательные техники есть всякие. В общем, путь не очень важен, к которому мы придем к этой цели. Девочка научилась наша входить в состояние релаксации. Сама и довольно быстро. Дальше мы воспроизводим эти стимулы, которые у нее собрали из рейтинга. Начиная, вот как вы думаете, с самого слабого или самого сильного? С какого будет правильно, логично начать? С самого слабого, конечно. С самого слабого. С того, который получил один балл. Значит, мы просим ее войти в состояние релаксации, наблюдаем, чтобы это действительно происходило по невербальному проявлению. Дальше мы предъявляем ей стимул номер один с одним баллом и наблюдаем за ней в течение полуминуты. Если она чувствует усиливающуюся тревогу, то мы просим ей дать об этом знать, например, там поднимает пальчик. Если это происходит, мы ее возвращаем в этот грешный мир, обратно к тебе, разговариваем с ней, снова просим погрузиться в состояние релаксации, опять предъявляем стимул номер один и добиваемся десенсибилизации, то есть снижения чувствительности к этому стимулу. Когда у нас это получилось, полминуты она спокойно наблюдает на этого паучка, на слайде, на экране, мы предъявляем стимул номер два. За одну встречу обычно проходит три стимула, не более, причем темы может быть разные у разных клиентов. Наша задача добраться до нижнего правого края, видите, угла. Девочка может держать паука на руке, испытывая легкую тревогу, не такую ужасающую, как в самом начале. Вот это наша задача. Десенсибилизация, позитивное и негативное подкрепление, еще классик поведенческой терапии и поведенческой психологии скиннер, указал, что негативное подкрепление всегда хуже, чем позитивное. Всегда. Наказание, лишение чего-то всегда менее эффективно. Позитивное подкрепление, это значит, что мы, как на той карикатуре, когда ослик бежит, а впереди него морковка, и он всегда, ну, предполагает, по крайней мере, что если он пробежит еще километр, морковка точно достанется ему. Это можно делать с сопой или у вас может быть какой-то оператор, который говорит, ага, есть промежуточная цель, выдаем под расписку твои морковки. Экзистенциально-гуманистическое направление, третье. Ну, может быть, сомневшовок и мерамками, может быть, самое сложное, может быть, нет. Давайте посмотрим. Природа человека рассматривается здесь с той позиции, что у человека есть свободная воля и он способен делать свободный выбор. Выбирать в отношениях, выбирать в деятельности, но очень важно, чтобы он это осознал и вернулся к точке, где он делал выбор. У меня ужасная работа, у меня проблемы в отношениях. Я создал эти отношения, я пришел на эту работу, я могу оттоптаться обратно и решить для себя. Я буду там продолжать, изменяя свое отношение или я буду уходить оттуда, решая, что мне не по пути вообще. Основная проблема это психическое отчуждение. Одно из его проявлений, как на вот этой вот картиночке, это когда человек отчужден от других людей и в мегаполисе это выглядит, как одиночество в толпе. Наверное, всем в какой-то степени это знакомо. Ты в большом зале, но тебя здесь почти никто не знает. И даже если у тебя есть экспедиция, эксперименты психологические, социально-психологические, человеку становится плохо в мегаполисе, значит, он зовет на помощь, вокруг много людей, дома стоят, ночь, но люди включают свет, смотрят и выключают его обратно. Кто-то там кричит, сейчас какую-нибудь полицию вызовем. Вон там свет включили. Сейчас там полицию вызовем. Одиночество любого из нас с вами в зрите большого количества людей. Но есть и другая сторона. это одиночество, отчуждение от самого себя, от своих настоящих желаний, от своих переживаний, пользу рацио и правильного рационального поведения. Ну, а правильного, как правило, хорошо оцениваемого с точки зрения общества. Патология. Значит, в этом направлении, как патологию рассматривают рассогласование между тем, что человек думает в данный момент, что он чувствует и что он делает. Слушает лекцию, думает о том, что это неинтересно и испытывает какие-то негативные чувства, тогда, наверное, лучше, если он выберет какой-то момент и скажет об этом. Это будет более спонтанно. Если он терпит, а еще когда его спрашивают, он говорит, ух, отлично было все, да можно я уже пойду? Значит, то это, конечно, про рассогласование. Обращаю ваше внимание, это идеальная модель. Нет таких людей, которые все время ведут себя спонтанно. Но мы можем такую представить себе аспектр такой, где с одной стороны максимальная согласованность, а с другой максимальная рассогласованность. Очень важно, в какую сторону человек у нас отклоняется большую часть времени. Если он регулярно рассогласован, то это причина, хорошая база для невроза с точки зрения этого подхода. Норма. Норма – это способность быть аутентичным, то есть соответствовать себе самому, своим желанием, своим чувствам свои проявлять. И быть спонтанным, вести себя так, как в данный момент хочется. Конечно, всегда есть поправка на нормы в данной конкретной ситуации. Конгруентность, то есть это согласованность между мыслями, чувствами и поведением. Какие техники? Вот здесь самое странное история начинается. Есть потрясающие совершенно книжки, где описывается, как эта психотерапия происходит, и я некоторые из них вам представлю в конце. Например, Ирвин Ял замечательные книжки пишет про это. Но очень трудно изложить это как технику. И появляется вот такая формулировка, например, создание подлинных отношений. Что такое подлинные отношения? Это значит отношения, в которых человек чувствует себя настолько безопасно, что может проявлять свои переживания, любые, даже те, которые он от себя очень долго и старательно прятан. Если нам это удается сколько-то раз в течение психотерапии, не один, несколько раз хотя бы, то это очень хороший прогресс, и скорее всего, это хорошее лечение невротического расстройства. Это помогает купировать симптомы. Он перестает быть рассогласованным до этого. выражение чувств, когда терапевт позволяет это делать и дает образец такого поведения чаще всего. Эксперименты, например, когда терапевт может предложить пациенту поменяться местами с оппонентом в конфликте. Жена конфликтует с мужем, это он ужасный и с ним очень сложно, но разводиться я с ним не собираюсь, но сложно, это окей, я понимаю, давайте такую игру сыграем. Вы будете своим мужем, нападайте, пожалуйста, говорите, как он, а меня вы сейчас коротко научите, как я должен себя вести, я буду вами. Вы муж атакуете, везете себя несносно, я вы отвечаю, может быть, очень мило себя веду, может быть, тоже не очень, но играю вашу роль. А дальше мы можем обсудить, каково ей было в качестве своего мужа, может быть, она что-то поняла про его позицию, а может быть, про себя что-то поняла. в свою роль. Драматизация, интерпретация. Вот здесь снова есть объяснение, исходя из позиции этого подхода, но здесь уже важны будут не инстинкты агрессивные и сексуальные, а здесь важны, например, экзистенциальные давности, которые описывает Ял. он указывает, что на всех людей влияет наша смертность, факт одиночества человека такого социального, свобода, необходимость внести ответственность за то, что я свободен и принимать решение самому, и фактор бессмысленности, то, что смысл не прописан никем и нигде, и мне надо его искать самому, и часто еще и начинать поиски заново через какое-то время, потому что смысл утрачивается, если я изменился, тот старый смысл больше для меня не работает. Все эти четыре фактора таким образом на нас влияют, что мы часто пугаемся их и начинаем притворяться использовать разные защиты. Как последствия этих защитных механизмов выступают невротические симптомы, навязчивости различные, депрессия и так далее. есть несколько универсальных принципов, которые придерживаются всех терапевтов, независимо от того, какие техники и методы они используют. Сразу тоже скажу, что для каждой ассоциации есть свой еще набор принципов частных, но вот эти три, они универсальны. Принцип ответственности предполагает, что если мы взялись за эту работу, то мы отвечаем за свою подготовленность к ней, за достаточность своих знаний в области психотерапии свою компетентность и осознаем пределы своей компетенции. если к нам приходит психиатрический пациент, и мы это понимаем сейчас, сидя в кабинете и занимаясь психотерапией, то нам нужно объяснить ему, убедить, что ему нужно на прием к психиатру пройти консультацию и выяснить, нет ли у него психического расстройства. Я психолог, этот диагноз поставить ему не имею права, не буду этим заниматься, но если я вижу признаки, то я должен его перенаправить и дальше получить какую-то обратную связь о том, есть это расстройство или нет. Дальше. Важный момент, что психотерапевт, конечно, должен помнить о себе, о своей личности, и это позволяет ему не выгорать. Эмоциональное выгорание известный такой феномен помогающих специалистов. Если психотерапевт всего себя посвящает работе, исследования показывают, что выгорают быстрее и чаще всего не циничные зарабатыватели денег, а люди, которые себя всего посвящают работе в самом начале своего профессионального пути. Они и дарят. Принцип конфиденциальности. Я думаю, что тоже всем знаком. Напомню только. Это касается любого психотерапевта тайно на информацию, которую он получает во время сессии. Исключение составляет, если клиент или пациент становится фигурантом уголовного дела и психотерапевта привлекают в качестве свидетеля по этому уголовному делу и проводят допрос. Называется процессуально регламентированное действие. Не разговор, когда приходит следователь, расскажите мне, пожалуйста, про этого человека. У меня там есть вопросы по нему. А допрос, когда вас вызывают в кабинет, объясняют нам ваши права, если вы не расскажете все, что знаете, то вы будете нарушать уголовный кодекс в этом случае. Еще исключение это когда ваш клиент или пациент угрожает своему собственному здоровью, своей жизни или жизни и здоровью других людей. рассказывает, что он собирается напасть на кого-то. Человек ужасные вещи против него совершил, и он наконец-то отомстит и нападет на него. Вы можете его разубеждать сколько угодно, но если вы понимаете, что это угроза реальная, что у него есть планы этого нападения, то нужно сообщить об этом полицию. Если он собирается покончить с собой, то вы мчс. Эмпатическое отношение, профессиональное отношение психотерапевта клиента. Это такое особенное отношение к нему, которое не встречается больше нигде. Один из моих учителей описывал ситуацию, когда даже мама укачивает своего маленького ребенка грудного, казалось бы, вот у кого эмпатия должна быть максимальная к ребенку. Это у мамы, молодой с маленьким ребенком. Но даже она после того, как несколько ночей она не поспала, ребенок спутал день с ночью, в очередной такую бессонную ночь она ему укачивает, в конце концов силы у нее и нервная устойчивость заканчивается. Она этого ребенка передает отцу или кому-то из родственников, бабушки, дедушки, я больше не могу. Давайте, выполняйте свою роль, подменяйте, я все. Психотерапевт относится принимающим, клиенту, каким бы он ни был, со всеми его грехами, какими-то поступками ужасными, совершенными в жизни, чтобы это было более иллюстративно. Я обычно привожу примеры матерей, которые оставили своих детей, например, и вам это становится известно, в детском доме оставили. У Яла, кстати, есть похожая история в одной из книжек. Его пациент оставил своих детей в детском доме. Это могут быть люди, которые убили других детей, сексуальные преступления совершили и другие ужасные вещи. Обратите внимание, психотерапевт не обязан принимать эти поступки. Он не обязан одобрять эти поступки. Он может их осуждать. Но при этом как личность он пациента принимает. Здесь еще один важный момент, что терапевт выстраивает со своим пациентом только профессиональные отношения. это значит, что он, как один из старших коллег моих говорит, терапевт отдает себя со своими знаниями, умениями в аренду пациенту для того, чтобы он использовал для своего лечения, участвует в этом лечении, в изменении пациента, но при этом не вступает с ним ни в какие другие отношения. Видите, внизу они обозначены. На них на все накладывается запрет, как только начинается психотерапия. Про методы рассказал. Теперь, наверное, даже более любопытная для меня часть. Хорошо, есть методы, они разные, как вы убедились. Там даже по-разному представляют себе человека, но, как выясняется, есть факторы, которые являются общими для всех методов. Что бы вы ни делали с человеком, будьте вы психоаналитик, когнитивно-поведенческий терапевт. Эти факторы будут работать или они будут мешать вам проводить психотерапию. Ламберт с авторами выделил несколько групп таких факторов. Обратите внимание, он для каждой группы факторов приписал удельный вес эффективность эффективности терапии. Обычно студентов удивляет, это история про техники и модель терапии, которая всего 15% удельного веса имеет. Но я оптимист, поэтому говорю, что 15% не ноль, правда? То есть, это тоже хорошо. Давайте начнем с этого. Техники и модель, если психотерапевт компетентный, он освоил и может их использовать в работе с вами. Есть еще 15%, которые на себя берут надежда на хороший исход, надежда пациента. Помните, он должен доверять терапевту и верить в то, что это закончится хорошо. По крайней мере, может закончиться хорошо. И надежда терапевта самого. Это тоже немаловажная какая вещь. Эффект плацебо. Здесь очень разные такие скапливаются вещи, но, например, авторитет терапевта глаза пациента. Есть терапевты, у которых высокий авторитет, потому что они многим помогали. Я об этом знаю и у меня надежды становится больше. Наверное, и мне поможет, если другим помогут. Некоторые коллеги в диспульсе уступают. Плацебо надо использовать, чтобы проверить психотерапию. Я думаю, в этом случае плацебо можно использовать для того, чтобы усилить психотерапию. Усилить, когда это возможно. Терапевтические отношения. Еще больший вес имеют. В общем-то, психотерапевт может ими управлять хотя бы отчасти, но это делать сложнее, чем в случае техники. Это как минимум значит, что мы можем не подойти друг к другу как клиенты-терапевты. Это как в человеческих отношениях. Поэтому, если вы это чувствуете, и вы в кресле клиента, лучше об этом сказать вначале. И вы сможете это обсудить с адекватным, компетентным терапевтом грешить. Это какие-то частности, и можно работать дальше. Или это непреодолимые трудности, и лучше обратиться к другому терапевту. Например, какая-то предвзятость, что-то в его поведении, во внешности отталкивает вас. Это нормально. Клиентские переменные и экстратерапевтические факторы. Клиентские, касающиеся только клиента, но, например, его личные особенности. Мы тут запланировали одно исследование, если ему окажут поддержку. И в качестве клиентских факторов, например, заложили потенциал самоизменений, называется. Такая категория недавно психологами введена. То есть, есть люди, которые больше верят в возможность изменений и желают их. Поэтому предпринимают разные шаги, кроме психотерапии. А есть те, кто считают, что изменения маловероятны. Но я попробую, конечно, вот деньги сюда вложу. Но если не получится, то ладно. Ничего. И так уже. Шансы на успех, конечно, у вторых меньше, чем у первых. Еще. Экстра терапевтические факторы. Сюда можно отнести события, которые происходят, пока вы ходите на психотерапию. Значит, они могут никак не касаться того, что вы там обсуждаете. Например, у вас, значит, у друга, у подруги рождается ребенок. Это прекрасное событие. Вы участвуете в этом праздновании и у вас хорошее настроение. Это событие на вас влияет. Или у вас заболевает какой-то близкий человек. Заболевает достаточно серьезно, но это можно лечить, но тревожно. И это тоже влияет на вашу психотерапию. Вы конфликтуете с партнером. Серьезно, тоже не ужасно, но как-то, значит, от этого вам беспокойно и вы сомневаетесь вообще, когда вы сможете помириться. Есть обиды еще, но подруги. Хотя вы обсуждаете психотерапию, не ваши отношения. Тоже влияет. Эти факторы фактически мы можем использовать, но косвенно. Тогда нам нужно разбираться, как человек преодолевает и что ему помогает справляться. Или что мы можем сделать для того, чтобы он лучше себя чувствовал прямо сейчас. Если мы будем их игнорировать, то 40% уйдут в минусы. Тут страшно много интересного написано про то, что в своих книжках описывают про Хаска, Норкрус и Деклементы. Но боюсь, я съел много своего времени. Поэтому я так кратенько пройдусь. Вообще рекомендую их книжку. Одна из них называется «Психология позитивных изменений». Они не из какого-то позитивных психологов, которые говорят, все будет хорошо. В любом случае, они говорят о том, что изменения возможны, но каждый человек находится на одном из этапов изменений. Если мы с вами не учитываем на каком он этапе, то, скорее всего, мы провалим психотерапию. Этапов 6. Вот они здесь представлены. например, наш клиент может находиться на этапе сопротивления изменений. Тогда, как вы думаете, немножко вас снова подвигают ваши серые клетки? Как он попал в кабинет тогда, если он на стадии сопротивления изменений находится? Ну, не то, чтобы прямо насильно, но под давлением близких. Говорят, все, это надо как-то решать. Значит, если ты не пойдешь, я с тобой разведусь, мы с тобой не будем разговаривать, и вообще будут плохие последствия, вот увидишь. Ну, ладно, я пойду учу, раз ты так говоришь. В некоторых методах психотерапии это еще называется визитер. Все, какой клиент визитер. Значит, он пришел, у него нет сложившейся мотивации изменений, но при этом он и не против вообще говоря. То есть, он ведь своими ногами пришел. Что нам нужно делать? Вот здесь методы и техники примерные описаны. Нам точно не надо на него давить и ставить ему условия. Что-то хорошо бы его поинформировать и помочь ему повысить осознанность в плане того, зачем ему изменения. Может быть, у него есть уже какие-то мысли по этому поводу. Небольшие пока. Помочь разобраться со своими защитными механизмами. Там обычно целая стенка стоит, да, когда человек говорит, я вообще-то не сильно пью, то есть, это же я всегда могу остановиться. Защитный механизм отношения к болезни, которая называется анозагнозия. отрицание заболевания. Тогда надо разобраться, действительно ли любой, который таким образом пьет, может остановиться, есть ли примеры, в том числе негативные, ну и прочее, прочее. Значит, помочь человеку, чтобы он выстроил вокруг себя сообщество не потакателей, а помощников. Тех, кто не говорит, что все хорошо, только будь рядом. Созависимый таких называемых, созависимый. Говорят, слушай, нехорошо, но я тебе готов помочь. Давай мы с тобой будем вместе делать. Что там? Давай вместе на психотерапию, давай на семью. Давай разберемся, как можно сделать так, чтобы потребление уменьшилось, например. Следующий этап. Если человек справился с сопротивлением изменениям, то наступает размышление. На этом этапе он еще не готов делать что-то, но он готов думать о том, что нужно сделать, чтобы стало лучше. Здесь тоже есть набор целых приемов. Чтение книг по сути это вещи, которые связаны с самопомощью по большей части. Если мы преодолеваем размышления, то наступает подготовка. Мы уже хотим меняться, но мы еще не там. Еще не готовы действовать на низком старте. Здесь тоже набор различных приемов, которые мы можем использовать как психотерапевт. Действие прекрасно, но здесь надо сразу отказаться от чувства вины и ловить себя на нем, если происходит срыв. Любое действие всегда предполагает возможность срыва. Те, кто работает зависимым, сами зависимые хорошо знают, что срыв очень высоко вероятен. И он, скорее всего, произойдет один-два раза. Я опять выпью, я опять возьму сигарету, я могу себя обвинять и в употреблении уйти, либо могу себе сказать, я сорвался сегодня. Как мне вернуться хотя бы частично к тому, что у меня было? Мало курить, мало выпивать или вообще снова вернуться к трезвости. Вместо самообвинения. Оказывается, есть еще и сохранение изменений, и там недостаточно просто измениться, нужно закрепиться на этом месте. Есть тоже такие вот приемы, которые позволяют это сделать. Очень важный момент – это контроль среды. Обратите внимание, он несколько раз возникает. Контроль среды – это что значит? Значит, мы общаемся с людьми, которые за изменения, а не против них. Поэтому, знаете, эту историю про зависимых, когда говорят, никаких старых друзей. Как? Мы такие были друзья. Друзья по потреблению. Никаких старых. Вообще. Новая компания. Или никого. А поэтому это выращивание себя за в случае энергозависимости. Завершение. Устойчивая самоэффективность. Важные характеристики, которые можно в себе выращивать любому человеку. Уверенность в том, что у меня получится. У меня уже есть опыт, я могу его перенести сюда тоже. Я справлялся, осваивал новую профессию, было сложно. Здесь тоже освоить методику. Здесь могу тоже измениться. Отсутствие соблазна. То есть делать так, чтобы в среде не было ничего, что приглашает себя употребить и намекает на то, что можно соблазниться снова. это тоже один из общих факторов, которые я вам сейчас описываю. Что еще про это есть, если обобщить? Во-первых, в качестве важного фактора выступает мониторинг результатов с клиентом на разных этапах и обратная связь. в статьях ведь авторы представлены описаны в том числе варианты обратной связи. Я их использую. Это не директива, но это, по-видимому, полезно. Я для себя так решил и делаю это в своей частной практике. Что такое обратная связь? Клиенту либо в устной форме задаются вопросы по поводу того, как он себя чувствовал сегодня при взаимодействии и какие темы не были обсуждены, он хотел бы об этом говорить? Либо дается листок бумаги, бланк, где от 0 до 10 баллов сделаны шкалки и вопросы эти сформулированы уже на бумаге. Его просят оценить от 0 до 10 насколько обсуждалось то, что он хотел, насколько относились к нему так, как он хотел бы, чтобы относились на психотерапии. 4-5 шкал. Но в этом случае мы не остановимся на том, что он отметит. Мы спросим, а что я мог бы сделать для того, чтобы эта отметка была выше в следующий раз, если она на 7 или на 8 баллов. Если она на 5, особенно на 2 раза или 3, то мы говорим скорее о смене психотерапевта. Потому что что-то не подходит не в тем ее методе, а во мне, по-видимому. Я регулярно делаю то же самое. Значит, надо думать о том, чтобы он не тратил деньги больше, а ушел к другому специалисту, по-видимому. Дальше. Четкое обоснование изменений. Какой бы метод ни был, важно, чтобы терапевт мог описать, что происходит на своем профессиональном языке, какие изменения происходят, донести это до клиента. Тогда у них появляется совместное понимание. И это способствует большему вовлечению клиента в эти изменения и в большей эффективности. Активная роль клиента в процессе терапии. У него мотивация активное участие. Да, да, вот девочка очень активно принимает участие, ведь она дает обратную связь психологу. Все больше данных, которые говорят за то, что активное участие в том смысле, что клиент имеет право выбирать, о чем говорить, о чем не говорить. Принимать работу с помощью этого метода или не принимать, что это для меня не очень подходит. Давайте что-то другое попробуем. Значит, выполнять задание какое-то данное терапевтам, делиться его результатами, обсуждать их. Вот это все такая активность клиента. Она полезна, как правило. Любая. Домашнее задание. Есть методы, где они предполагаются, чаще даются. Как правило, они тоже работают хорошо. Могут быть разными, тем не менее, это опять предполагает активность клиента. Это не значит, что мы директивнее, чем мы говорим, почему-то не сделали. Значит, даем это задание, обсуждаем, что получилось, что не получилось. Если необходимо, предлагаем сделать еще. гибкость и адаптивность выбери стратегии психотерапии. При прочих равных хорошо, если психотерапевт умеет менять методы, пользоваться несколькими, чередуя их, подбирать методы под случай конкретного пациента или клиента. Не так, как Фрейл, который был зациклен на нескольких этих инстанциях и никак не мог от них оторваться. Такие карикатурки на него делают. Значит, а будет быть более гибким. В этом случае вероятность эффективности выше. Потому что какой-то метод может не подходить данному клиенту. Нужно его либо перенаправлять, либо менять метод. Социальная поддержка тоже очень важный фактор. Это касается и объективного ее наличия. То есть люди, которые поддерживают клиента и выступают за него, на его стороне. Хорошо, что ты туда пошел. Чем мы тебе можем помочь? Пока ты на психотерапии, например, могу я побыть с ребенком, чтобы он не был один? Ну и так далее. Это касается и воспринимаемой поддержки. То есть глазами человека поддержка выглядит каким-то образом. Хорошо, когда он ее воспринимает как достаточно мощный. Говорит, у меня много хороших людей, которые мне готовы помочь. Еще один фактор это эмоциональная компетентность терапевта, способность работать со сложными такими эмоциями, подавленными, которые непопулярны в обществе, и человек не очень-то хочет ими делиться. Хороший альянс психолога и клиента. Такие отношения дружественные, но при этом без заискивания. И такой доброжелательный стиль общения, сочетающийся с убедительностью и достаточно высокой активностью терапевта. Еще один фактор рефлексия, отсутствие самоуверенности у психотерапевта, способность переосмыслять то, что он делает, сомневаться в каких случаях и исправлять свои ошибки. В том числе с помощью обратной связи это дело. Мне казалось, что я все сделал классно. В глазах клиента это выглядело иначе. Давайте мы попробуем сделать по-другому. Про это есть прекрасная книжка, которая очень наглядно делает этот общий фактор. Написал ее Ирвин Ялан вместе с своей клиенткой, пациенткой, которую звали Джинни Элкин. Называется книжка «Терапия, описанная дважды» или «Хроники одного исцеления». Такой новатор для своего времени Ялан был. В 80-х года книжка писалась. Он предложил своей пациентке, которая на литературные курсы ходила, описать каждую встречу, как это выглядело ее глазами. Сам описывал со своей стороны. Они обменивались этими текстами и дальше они скомпоновали книжку, которая из двух частей состоит. Почитайте, удивитесь. Ялан видел одно, Ялкин совсем другое. Терапия была достаточно эффективной. целью ее по крайней части были достигнуты. Но при этом она видела совсем другие вещи, не те, которые считал важными Ялан. Про эффективность психотерапии. Есть же вопрос еще такой-то. Вообще это эффективно или нет? Может быть, это на самом деле тот самый способ подъема денег? Исследования мы все время будем к науке апеллировать опять. Показывают, что в 79% случаев человек, который проходил психотерапию, чувствует себя лучше, чем те, кто ее не проходил. Это неплохо, правда? Из 100 человек только 21 человек, кто не проходил психотерапию, чувствует себя так же или лучше, чем тот, кто ее проходил. С теми же проблемами. Дальше. Извините, шрифт там не тот был. Пациенты, получившие предыдущие курсы медикаментозного лечения, становятся устойчивыми к медикаментам. Это известно всем. Толерантность развивается. Психотерапии, если она проводится хорошо и достаточно гибко, толерантности нет. То есть, ни к чему к такому пациенты не привыкают. И это плюс. Значит, результаты исследований показывают, что у разных методов чаще всего обнаруживаются незначительные различия в эффектах. И ни одна теория не является более эффективной, чем любая другая. Некоторые авторы указывают только на специфичность в отношении отдельных проблем и переживаний и расстройств. Но не в целом. Одна терапия, лучше другой. Смотрите, видите, огромный список разных авторов. Результаты их исследований указывают на то, что для многих проблемы и расстройств психотерапия как минимум так же эффективна, как фармакотерапия. В некоторых случаях более эффективна. Но ряд исследований указывают на то, что когда они сочетаются, у человека есть психическое расстройство, сочетаются фармакотерапия и психотерапия, то это еще лучше. Ну и, значит, Гриссон такой большой метаанализ провел, который показал, что психотерапия, когда она проводится, значит, она превосходит ее эффекты. Контрольную группу пациентов, которые ожидали лечения, но его не получали. И, значит, эффекты, которые возникают у пациентов, которым уделяли внимание плацебу, но при этом психотерапию как таковую с ними не проводили. Что, мне кажется, довольно убедительно указывает на то, что психотерапия работает и дает положительный эффект. Ну вот я добрался до литературы в качестве книжек рекомендуемых. Отчасти я здесь привел те, которые уже ссылался. Вот сразу предупрежу, потому что вот книжки, например, пьют жентали Ялова, значит, это не учебники, не такие научные статьи, это описание его работы таким достаточно хорошим литературным языком. Такой взгляд изнутри. Значит, книжка Макея, Дэвиса и Фейнинга это руководство по работе с собой, по самоизменению, когнитивно-поведенческой. Вот, значит, про Хаско Норкросс и Деклемента говорил про эту книжку. И Холмогорова с авторами, вот это две статьи, которые есть в свободном доступе, там описаны таким сухим научным языком, то, что я вам говорил в конце, про эффективность терапии, ее доказательства этой эффективности, и про то, какие факторы, значит, влияют на психотерапию вне методов, вне зависимости от того, что именно делает терапевт. скорее зависит от того, эффективность в этом случае, как он это делает, как он строит отношения, и что происходит в жизни пациента, и реагирует ли на это терапевт, или игнорирует. Спасибо за внимание. Более-менее, власть. Спасибо вам большое.